Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и если вы помните, то у меня уже была серия видео о моих персонажах, но за то время, когда был выпущен первый видеоролик с обзором всех персонажей, их стало немножечко побольше, ну ладно, может быть не немножечко, но явно больше, чем они были упомянуты в первом видеотрейлере о серии видосиков про персонажей, и сегодня давайте знакомиться и дальше уже с еще одним персонажем, и да, сразу говорю, это не последний, там еще будут видосы, потому что персонажей еще много накопилось, да, а так давайте знакомиться. Некоторые из вас могли уже узнать, это мой персонаж Селина Рейнольд, королева враных коней, я не знаю, как ее еще назвать, черная леди, black maid, не знаю, или просто элегантный, ой, элегантный выездюк. По своему сюжету я вам сейчас расскажу, но предыстория аккаунта. Это не мой аккаунт, я его не создавала, это аккаунт мне отдали, точнее нет, не так, я играла с человеком, он создал аккаунт, потом он перестал играть вообще, но так как я была, как бы, одним из тех, кто сохранял этот аккаунт в состоянии живучести, поддерживала его, периодически вводила коды на СК, вот, как только человек перестал играть и вообще забросил со мной общение, аккаунт как бы перешел ко мне за ненадобностью другому человеку, потому что тот человек играл в ССО только из-за меня, вот, так что этот аккаунт, он вообще изначально был другого, внешнего вида, по-моему, рыжеволосый, с ассоциацией под, боже мой, как ее звали, девушку Питера Паркера, Человек-Пока, как стыдоба, забыла, не помню, но потом я увидела, ребята, это такой персонаж, Селина Рейнвуд, это так классно звучит, жалко, если этот аккаунт просто так будет лежать, а потом в конце концов удалиться, ну, я не знаю, происходит так или нет, поэтому я взяла целиком полностью этот аккаунт к себе, в семью и даже купила на него лайф, да, как вы видите, звездочки, никакой надписи нет, звездочки нет, это лайфник, у которого уже достаточно большое количество лошадей, копится потихонечку СК, да, на самом деле я бы хотела здесь видеть большую сумму, но черные кони, они так и манят, чтобы их купить. Значит, какая история у этого персонажа? Если честно, предыстории у него нету, могу сказать только одно, Селина постоянно пересекается с Вильгельминой, это сестра Каролины Роустрим, персонаж моей подруги, и вот Вильгельмина является сестрой Каролины, но Вильгельмина постоянно участвует в соревнованиях, чемпионатах, то есть такой суровый спортивный выездюк. Так вот, Селина является постоянным соперником Вильгельмины, и они вечно делят первенство между собой, но при этом смешная ситуация, достаточно сериальная, но как бы они друг друга ненавидели в плане первенства, они очень часто любят тренироваться вдвоем, и увидеть двух, казалось бы, закорыстных таких истинных врагов в одном манеже, катающих одну езду, да еще и рядом с друг другом, перекидываясь обзывательствами в мягкой форме, это норма. Так что да, вот такая вот краткая история, что она как бы не отдельно где-то существует, нет, она уже тесно связана с некой вселенной наших персонажей, точнее персонажей моих и моей подруги, но при этом я не знаю, какая у нее предыстория, я не знаю, откуда она родом, каких кровей, но учитывая, что достаточно у нее гордое звучание ее имени и фамилии, наверное, что-то благородное в ее крови есть, а уж учитывая ее любовь к вороным матовым лошадям, я думаю, это наследственно. Но пока что у этого персонажа нет никакой предыстории. Может быть потом, когда нам дадут возможность обновить уже персонажей до новой модельки, а это уже будет достаточно скоро, а если это, может быть, уже и вышло, то это будет приятным воспоминанием, то тогда я и смогу додумать, откуда она, какая у нее была прошлая жизнь и как вообще она связала свою судьбу с лошадьми. Ну, а пока что давайте же посмотрим ее конюшню. Лошадей там уже достаточно много, немало, то есть если у некоторых моих аккаунтов, вот лично моих, которые создавала я сама, своими собственными руками лошадей, там, парочка или три лошади, ну, не считая подарочного коня, то у этой мадамы, внимание, конюшня достаточно большая. Давайте посчитаем. Да, а у нее стоит подарочный конь в стойлах, потому что он частично вороной, и мы даже сделали ему шишечки, потому что Селине так больше понравилось. Но, на минуточку, у нее получается 6, 7, 8 лошадей. Почему я все-таки считаю началку? Потому что началка здесь крутая, и даже когда она только-только начала свою игровую жизнь под моим уже наставлением, она классно на нее смотрелась. То есть началка не была чем-то таким фу-фу-фу начальным, они смотрелись круто. И, если честно, я до последнего не слезала с нее, но потом понеслась. Давайте же посмотрим. Если я не ошибаюсь, то порядок покупки лошадей здесь очень прост. Он очень прост и очень примитивен. Как только я смогла получить лайф на этого персонажа, эта девочка приобрела свою любимую лошадь, обсидианного лорда. Это конь фрисской породы. Это именно тот самый конь, который я представляла где-то в мечтах, который будет верным спутником этого персонажа. И после того, как я купила этого красавца, я поняла, что для Селины будут актуальны именно вороные кони. Ну и, кстати, вот после того, как я начала ее переделывать, такое имя Селина, я ее сделала серебристые волосы, не знаю почему, сделала черные губы. И черно-серо-белый стиль как-то сам собой возник из ниоткуда. Ну, ладно, ладно, давайте, не буду обманывать, он мне не возник из ниоткуда, а были предпосылки как раз вороные кони, черная амуниция. И как-то так оно само и получилось. Вот, значит, первая вот лошадка у нее началка, это ночной ниндзя, называла его не я. Создавала, кстати, тоже его не я, по-моему. То есть я вроде бы его не меняла. Конечно, проверять сейчас не буду, но сам факт, вы посмотрите. Эта парочка смотрелась идеально даже в самом начале своего пути по Юрвику. Дальше у нас пошел, я вот не помню, по-моему, по-моему, дальше мы получили как раз ночную баронессу, бесплатная лошадь дня рождения, которую теперь вы можете приобрести на каждый день рождения Стар Стейбл ежегодно. Я не помню, по-моему, за 600 искали что-то типа того, но сам факт, если вам эта лошадь понравилась и она вас заинтересовала, ждите ежегодного дня рождения Стар Стейбл. Это существо будет продаваться там. Следующей покупкой стал Марвари. И да, еще меня больше всего удивило, кто-то помнит, что я в течение, может быть, даже года или нескольких месяцев, но мне кажется, года, не покупала Марвари на свой основной аккаунт до перевыпуска Сакуры и Березы. Там как раз появился Марвари. А вот у Селины Марвари появился почти сразу, как только у нее накопились лишние шиллинги. И Даркнесс Дэнсер, то есть ночной танцор, просто моментально появился у нее в конюшне. Как только я вот накопила, я поняла, что у этой девушки просто обязан быть Марвари. Я видела кучу девчонок-наездниц, у которых были Марвари в ССО, в Вороной Масти. Они все такие черные, черно-красные. И вот, ну просто, я поняла, что, да, мы его покупаем с короткой стрижкой, не бритой, а именно с короткой стоящей стрижкой. Потому что это так надо. Еще плюс черный, черно-серый недоуздок. Просто муа, просто звезда лапочка. Да. Я, кстати, никогда не придавала такое большое значение вороным лошадям, но вот, видимо, действительно, каждый персонаж, он как-то по-своему вызывает какие-то эмоции и восхищение к определенным лошадям. Потом был куплен беспокойный бархат. В страхе упустить вот эту началку поколения 1.5 идеально бархатной вороной текстурой, да еще практически с красными глазами, я побежала его покупать на рынок. А учитывая то, что это английская чистокровная, стоил он со скидкой, и я его купила. И знаете, ни капельки не жалею. Во-первых, у меня есть еще вот такой вот лисенок, это, по-моему, новогодний лисенок. И ну тоже посмотрите, какая красота. Уж насколько я, на самом деле, ну нейтрально отношусь к старым моделькам, хотя я их начала скупать на свой один из старых аккаунтов, всех старых лошадей, которые начинают убирать. Но вот это просто... Вообще тут почти к каждой лошади можно вот этот великий чумок исполнить. Потом, самая последняя, одна из последних недавних покупок, это Грациозная ночь по Софинам вороной масти. И... Ну слушайте, каждая лошадь, это все более элита и элита, не знаю, как еще сказать. Вот эти вот текстуры, они заставляют меня дрожать, когда я захожу за этого персонажа. И УСК моментально уходит. Грациозная ночь тоже одна из ее основных лошадей. Я думаю, что она будет одна из выездковых, хотя изначально я думала, что Фриз будет выездковым на постоянной основе для нее. Ну, может быть, Грациозная ночь будет конкурировать, если честно, плохо помнишь, как у Пасафина с прыжками. Но, вот в принципе, я считаю, что у Селины две рабочие лошади. Это Пасафина и вот этот Фриз. И осталось на минуточку еще две лошади. Нет, по-моему, до. Да, до Пасафины был куплен печальный шанс. Ой, тогда, по-моему, у меня буквально хватило СК купить одного из старых лепицыанов, которых убрали со дня открытых дверей с конного фестиваля, как он потом начал называться. Хотя изначально они продавались на дне открытых дверей конюшни Юрвика. Вот такой вот серый в яблоко. Я вообще посчитала хамством упустить этого коня в конюшню к Селине, учитывая то, что у нее серебристые волосы. И этот красавчик, печальный шанс, тоже достаточно такой серебристый с переливом. Да, так что вот считайте, у нее есть одна редкая лошадка, которую больше в игре не получить. Ну и самая последняя покупка, которая заставила неведомо как потратить свои СК, это угольная. Если честно, я уже не помню, это мальчик или девочка. Но это канимара, которую недавно буквально слишком много слова буквально, которую недавно добавили в приложении, это вороной канимара. И мне кажется, он когда-то был в спойлерах, и я о нем мечтала, но на основу. Но так как на основе у меня уже есть один канимара, и увеличивать количество до двух и более я не собираюсь, было решено, что этот маленький красавчик или маленькая красавица, я уже забыла, отправится к Селине. Десятый уровень, он пока не качался, хотя я хотела его докачать до тринадцатого, ну, это такая малютка. Если когда-то я думала, что Селине нужно будет купить какую-нибудь поняшку, пузатенькую, либо Юрвинского пони, либо Чинкодик, Уэйского, или кто там еще, Готландский пони, если я не путаю, то канимара избавил меня от такой проблемы, как выбор поняхи, потому что канимара в ССО считается пони, отчего жизнь Селины стала намного проще, осталось только его докачать. Также у нее есть одна очень необычная примета, которую я для нее как-то решила оставить. Она у меня была тринадцатого уровня, и по мере прокачки она была тринадцатого уровня, и конь какой-то стал тринадцатым уровнем, после чего я решила сделать всех ее лошадей тринадцатыми уровнями, но потом все-таки девочка прокачалась до четырнадцатого вот уже наполовину неожиданно, видимо, в какой-то момент я за нее очень сильно играла, а, когда открывала ипподром в осени, и получается у нее все лошади тринадцатого кроме подарочной, старой английской чистокровной, лепицано удаленного и канимара. Да, ну, а в принципе на самом деле надо бы докачать вот хотя бы фриза до пятнадцатого, чтобы была одна крутая прокачанная лошадь. Теперь давайте же посмотрим, что лежит у нас в шкафу. А в шкафу вообще ничего интересного, вы можете наблюдать, что этот персонаж существует, ого, со времен Джоджа Сивы. Ничего себе, я и забыла, что он был создан другим человеком именно в те годы. Дальше это подарочные футболки, кофты и футболки за задания, все коды, которые я вводила, их на самом деле не так много, потому что на некоторое время персонаж был заброшен на очень большой промежуток времени, и когда я на него зашла, удивилась, что кодами я смогла накопить у нее тысячу иска. Вот. Но все равно есть очень много предметов, даже седьмой день рождения Стар Стейбл тут вот мелькает, хотя вот, пожалуйста, уже скоро одиннадцатый будет. Кошмар, сколько тебе лет, персонаж, а ты только-только считай год на... Меньше года ты уже у меня с лайфом и начал свою активную жизнь. Да, также здесь есть платье по заданию со спирита, боже, столько воспоминаний печальненьких. Футболочки есть тоже разные, всякие задания, кодики, не котики, штанишки Джо-Джо Сива, опять же, заданки, кодики, ну, мало чего есть. Сапоги всякие, ботиночки, туфельки. Есть, кстати, вот надо, да, переложить. У меня накопился целый комплект, который я хочу переложить. Это вот последний летний, по-моему, фестивальный комплект. Это вот комплект озерной дремы. Надо будет его убрать в шкаф. А так в шкафу, по-моему, больше ничего интересного нет. Куча шлемочочков тоже всяких разных, шапочки новогодние, кепочки, тоже комплект. А, видимо, немножечко комплекта седьмого дня рождения мне удалось и собрать. Что еще? О, аксессуаров понемножечку, чайную ложечку, и это тоже уже хорошо. Амуниции у нее не так много. У нее куплен, как бы назвать, базовый комплект амуниции конкур. Вы сейчас его видите на фризе. Это черное конкурное седло, черная классическая английская уздечка. Потом средневековая уздечка в стиле барокко, чисто черная, без вставок, без всяких рогов. Хотя, кажется, мне начинает хотеться купить ей для фриза уздечку с рогами. Также почти на каждой лошади есть недоустки. Я их потихонечку докупаю, когда есть лишние шиллинги, потому что те недоустки, которые мне нравятся для этого персонажа, они стоят недешево. Потом у меня есть нагавки, они находятся на паса Фина сейчас, по-моему, какие-то черно-белые, то ли за задание, то ли не за задание. Вороны, бинты, тоже вот одела я на фризика, то есть такой весь черный комплект. Вольтрап, кроме тех, что присутствуют в шкафу вот на этой страничке, здесь в комплектах, да, и еще я купила ей комплект за жетончики на Коно-фестивале с выездковым седлом, какие-то уздечки, вот вольтрапики, у нее специально куплены только вот этот черный вольтрап и специально куплено черное выездковое седло, но, к сожалению, на фриза пока нельзя его одеть. Это очень грустно, я на самом деле об этом забыла и хотела бы его одеть, а, как вы видите, пам-пам-пам, пока что это недоступно для фризов, и меня это возмущает, потому что на лузитан можно, а на фризов более новых нельзя, так что придется пока подождать и, глядишь, потом она сможет их одевать. У нее есть также несколько комплектов одежды, тут вот за заданки некоторые вещи есть, но, так это все коды, 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 специальная купленная одежда, все, что вы видите сейчас на ней, вот этот, вот этот теплый свитер, он за задание, и я жалею теперь, что продала его когда-то на основе безвозвратно, теперь я не смогу купить и найти такой себе свитер, потом, вот такой вот для соревнований повыстки, и вот такая вот классика, просто любителей черной одежды, я считаю это вот просто самая классная кофточка с сердечком с крышками, и вот просто любовь всей моей жизни, это вот этот шлем, он единственный в своем роде, точнее, он существует в других оттенках, по-моему, в зеленом, в красном, но черный настолько он просто превосходный, мне он нравится больше всего в этой игре, я его постоянно ношу, и мне не важно, что у него на самом деле, характеристики ниже обычного, то есть у него скачка не 4, а 3, но меня это не останавливает, ну а так, в принципе, все, как вы видите, предметов не так много, где она сейчас на сюжете, я не знаю, да и в принципе, мне как-то без разницы, мне главное, что вот у нее есть своя конюшенька со своими лошадками, вот, так что вот такой персонаж, да, извините, что видео получилось таким длинным, у меня получается какая-то ступенчатая то ли прогрессия, то ли регрессия того, как я делаю обзорчики по персонажам, они то длятся 20 минут, то 17 минут, то 15 минут, то 9, 7 и 5, вот, так что постараюсь, что все видосики будут не слишком длинными, а не слишком короткими, а на этом все, я надеюсь, вы были рады познакомиться с Селиной Рейм, вот, ждите следующего, наверное, видосика по персонажу, я еще не знаю, кто это будет, но список пока не кончается, он только продолжается, так что, ожидайте, чтобы узнать, кто же еще тусуется в моей вселенной Star Stable Online, ну а я с вами прощаюсь, не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой, всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео, и от Селины вам побед в соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Селина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова